На протяжении практически недели белорусские и российские военнослужащие будут отрабатывать вопросы ведения совместных действий в большом формате. Об этом говорит и количество задействованной техники, и число военнослужащих, которые практически одновременно будут заниматься решением комплекса поставленных задач. Задач очень много, разнообразные задачи. Как десантирование, так и плав, соответственно, как захват зданий, так и оборона, соответственно, маскировка. Делаем все, абсолютно все. Парашютистов над полигоном Брески можно увидеть часто. Местные жители уже знают, так проходит подготовка военнослужащих 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Но в этот раз все получилось более шумно. В небе сначала отработала свои задачи авиация. Далее этап десантирования техники. Большие боевые машины на парашютах приземлялись точно на установленные точки. Началась условная атака противника. Следом за техникой из нескольких бортов произошло десантирование военнослужащих. За отработкой каждого отдельного упражнения земли наблюдали опытные командиры, под руководством которых задачи были выполнены на отметку «Отлично». Десантировано 6 единиц техники, десантировано 100 человек личного состава. Десантирование прошло штатно, личный состав действовал уверенно, без замечаний и происшествий. В дальнейшем личный состав и техника перешли к выполнению ближайших задач и действуют дальше в ходе плановых учений. Силы специальных операций готовы выполнять такие задачи, готовы успешно выполнять. И я считаю, что все у нас было проведено в штатном режиме. Техника и личный состав действовал отлично. Белорусско-российские учения проходят на Брестской земле уже не в первый раз. Такие совместные мероприятия позволяют обменяться опытом подготовки военнослужащих, а также познакомиться с техникой, находящейся на вооружении в частях и подразделениях.